золотые мои я очень люблю деньги деньги это чеканенная свобода слова были сказаны еще 2000 лет назад это чеканенная свобода деньги позволяют мне не зависеть от любого чиновника российской федерации благосклонности или неблагосклонности чиновникам деньги позволяют мне перемещаться по планете в ту сторону в которой я хочу и на том виде транспорта который я для себя выберу жить все гостиницах и всех гостевых домах которые я считаю достойными меня принять то есть чтобы был кондиционер горячая вода вай-фай бесплатный желательно чтобы кафешка там была вкусненькая не очень дорогая я очень люблю деньги деньги позволяют снимать мне ролики понимаете прикололся я по этому делу снимаю ролики разговариваю с людьми узнаю что-то новое иногда бывают совершенно шедевральные комментарии намного интереснее моих роликов но для того чтобы эти комментарии прочитать мне нужно снять ролик то есть я снимаю ролик для того чтобы прочитать интересные комментарии я так делаю интересной свою жизнь мне нужны деньги для того чтобы свою жизнь сделать интересный и чем больше читать ли у меня будет чем больше будет просмотров тем больше будет роликов тем больше будет денег тем более интересный будет моя жизнь я очень люблю деньги потому что я хочу жить интересно не 20 тысяч рублей в месяц дом работа дом работа вот я 16 лет не хожу ни на какую работу и вообще абсолютно счастлив и очень люблю деньги очень-очень люблю деньги они дают мне свободу когда работал денег не было постоянно не хватало и к полдевятому на работу сам где ведь сначала девяти потом к полдевятым уже стал тяжеловато мечут на работе код я люблю деньги разумеется я желал бы и заинтересованы желал бы чтобы у меня количество читателей на основном канале лох по жизни росло и чтобы количество подписчиков на этом канале на тела хим тоже росло сегодня 2 курицу удалил я люблю деньги но не любыми путями 2 подписчица я посмотрел обе подписчицы были подписаны на меня более года на основном канале мальчик по жизни более года были подписаны более года слушали мои ролики просматривали мои ролики в общем-то приносили мне прибыль да то есть обогащали меня своими просмотрами забанил я сегодня забанил забанил лишил я их права писать комменты пускай сможет пускай сможет молча вот почему забанил золотенький последние 16 лет моя работа быть интересным работа как у мюнхаузена 6 до 8 подвиг вот у меня каждое утро я должен быть интересным каждую интересную держать 20-30 минут я должен держать людей людей возле мониторов или на смартфонах должен я удерживать внимание людьми работа вот это такая работа понимать водитель троллейбуса ведет троллейбус повар варит обеды завтраки гарниры тевтели учитель преподает врач лечит я я развлекаю людей по милу по мере сил по мере ума обучаю людей в основном конечно развлекаемые чисто развлекательные такие функции немножечко с гимнастикой для мозгов мне не очень сложно быть интересным мне не очень сложно быть интересным с детства у меня то что не такой как все это с детства вам интересны те которые никак не такие как вы они все время привлекают ваше внимание то есть для меня естественно но для того чтобы быть интересным я отказываюсь от очень многих вещей своей жизни мне пришлось перед перекраивать перестраивать свою жизнь расставлять заново расставлять приоритеты что для меня важно что второстепенно с хорошим человеком со своим другом с которым дружу уже больше двадцати лет не могу встретиться второй месяц второй месяц не могу встретиться с хорошими человеком и есть поговорить меня не хватает на моих друзей, понимаете, я по 13 часов, по 14 на канале, 11 это прям отдай, 11 часов в сутки я на канале, тем более у меня их вот три, не могу встретиться с другом, но вот как-то вот у меня идет, то у меня судебные дела, то уголовные дела, сейчас вот забор меняю, тоже нужно ходить на процедуры, на операции, но в течение года обещали мне забор поменять, нельзя пить, нельзя курить, курить даже пришлось отказаться, представляю, пить-то оно само как прошло, пришлось даже отказаться от курения, я так курить любил, я так любил курить, и выпить я любил, а еще больше, чем выпить, я любил курить, знаете, первые утренние сигареты, первые утренние, я первые утренние сигареты выкуривал до того, как умывался, то есть некоторые встают, идут умываться, но нет, встал, глаза еще не открыты, но чайник, чайник оставил, крепкого чая, чтобы глаза раскрылись, крепкий чай, первые утренние сигареты, что может быть прекрасней первые утренние сигареты, все чудище, и начинают мозги у тебя просыпаться, да, потом утренний чай, под утренний чай, вторая утренняя сигарета у тебя пошла, пришлось отказаться, пришлось отказаться, потому что ритм жизни такой, что уже и не до курева, и не до выпивки, слишком серьезный вид спорта, YouTube оказался пожестче даже, чем литература, литература жесткий вид спорта, а здесь, конечно, на YouTube здоровье надо вагон, и вот я отказываюсь от личного, ну не могу я выкрыть вот эти вот 2-3 часа, чтобы мне приехать, приговорить 2-3 часа в сутки, не могу, меня дергают в какое-то РВД, давать нахрен мне ненужные показания по неинтересному мне уголовному делу, когда какая-то калушка, блядь, давно убитого своего папаши, ищет правды где-то, право на меня там, люди от работы отвлекают, отрабатывают на мне какой-то прям, ну отказной материал. Мне потом приходится возвращаться, и те часы, которые я провел в РВД, тратят здесь, то есть личная жизнь у меня откладывается. Количество времени, которое должен потратить на канал, есть константы, если я где-то 2-3 часа провел в казенном доме, значит эти 2-3 часа за счет личного времени. И тут мне грубят, я этого просто не понимаю, меня это не расстраивает, меня это не расстраивает, но я это просто, я это не воспринимаю, у меня, это все равно как делить на ноль, это не имеет никакого объяснения, мне, хозяину, собственнику, владельцу, автору, называется как угодно, мне на моем канале, мне у меня дома начинают еще грубить, то есть я, ну, может быть высокие слова, ну в общем-то да, там, на грани там самоотвечения, редко вижусь с друзьями, вот хочу, все, прям вот месяц не могу увидеться, и со званием сюда приходи, и недалеко работает, и чай, и май, и все, и пряники, и маргарин, все есть, и поговорить есть о чем. То есть, для того, чтобы присутствовать в интернет-пространстве, я отказываюсь от личных каких-то удовольствий, и вот мне на моем канале какая-то тупая курица, еще будет мне какие-то слабо говорить, ну, год была подписана, была подписана, теперь будет подписана, теперь будет смотреть без комментов. Кстати, не самые лучшие были, писали они активно, комменты, то есть они писали комменты, расталкивали, раскручивали мои ролики, но вполне бы я обошелся без их комментов, не глубокого ума были, наконец они, ролик вот этот вот про женщин я снял, про сегодняшних женщин, женщин там, про самодостаточных и про замужних, и что-то там не зашло, может быть они там лично восприняли, ну, перешли на прямое оскорбление, я этого просто не понимаю, это понимаете, это даже не гнев вызывает, это не гнев вызывает, это вот мух, вот вы кушаете, вот муха села на стол, эту муху нужно убить или как минимум согнать, но не можете вы обедать в компании с мухой, согласитесь, да, то есть вот вы, не на хлеб села муха, тут само собой прогнать, а просто вот на стол рядом с тарелкой села муха, эту муху нужно прогнать, а лучше всего убить, что она здесь будет летать, нельзя кушать суп с мухами, она может в суп упасть, да зачем, надо ее прогнать, вот так вот примерно отношения, то есть как я делаю канал, канал это моя собственность, ютуб это площадка, ютуб это площадка, ролики моя собственность, можно их в кинотеатре крутить, их можно на другой ресурс перенести, ролики моя собственность, и вот на канале, который является моей собственностью, приходят люди, мешают мне моей собственностью нормально пользоваться, вот это, тут какие-то слова мне говорят, я эти вопросы не понимаю, что домой ко мне приди, ты начни меня тут выкаблучиваться, то есть я деньги-то конечно люблю, и я понимаю, что каждый читатель, каждый зритель, который смотрит меня, приносит мне малую копейку, я это все прекрасно понимаю, но не любой ценой золотенький моей, не любой ценой, ну вот год они писали комменты с лишним, все больше они писать комменты мне не будут, будут писать на антилохе, нет, все-таки сепарации, только жесткой, жесткой сепарации людей невоспитанных, людей некультурных, от людей воспитанных, от людей культурных, ну вот такие вот у меня золотые мои рассуждения для вас, то есть как бы, деньги я конечно люблю, но даже не раздумываю в бан отправлю, то есть отправлять не оправлю, гляжу так, подписчик уже один год в бан ее, бум, без раздумий, буду и дальше отправлять, ну и опять-таки, этот канал нужно кем-то пополнять, вот будете здесь мне писать комменты, да, отмечаю лучшие стороны, но последние два ролика, на последние два ролика, я правда там человек шесть забанил из вашего брата, ролики пошли, комменты пошли у вас поспокойнее, ну и я заметил тоже у вас это, ни мудаками, ни утырками не обзывают тоже, люди ведь, вы поспокойнее, я поспокойнее, такой, как-то все это, как аукница, такая откликница, даже от вас нужно сепарировать наиболее оголтелых, оголтелых мир переполнен мудаками и дураками просто, идет какое-то массовое сумасшествие, лечить надо общество, общество нужно лечить, я лечу вас, ну хоть так-то, хотя бы в этих масштабах буду влечивать, не хворайте, спасибо, что посмотрели, жив я, здоров, настроение у меня отличное, ролики сегодня запилились, ненаглядные в район съездили, прогулялись по лесу, по речке прогулялись, по замерзшей речке прогулялись в районе, в районе был сегодня, на суру посмотрел, классно, по деревням проехались, хорошо, хорошо, живу в Саранске, а не в деревне, не купил дом в деревне, хорошо, что живу в Саранске, и вам желаю хорошего настроения.